Возвращаемся домой и сейчас убираем к чертям эти дудки, как их снести, я не знаю, сейчас посмотрим, вот так вот снести, убираем к чертям трубы, убираем к чертям, нет, топоры не убираем, трещотки убираем, и ставим факелы, посохи шаманов, и всё, всё у нас остальное тоже есть, отлично. Смотрим, а нет, ну всё равно, нам сейчас нужно как раз кого-нибудь замочить, замочить, и мы тогда опустимся вот где-то снизу, по идее, снизу трудолюбия, я надеюсь, что так будет. Посохи шаманов, шаман не берёт посох шаманов, я понял, еда, ага, давайте ещё детишек наделаем сейчас, отлично. И, пожалуй, дождёмся, когда они вырастут, и соберём всех полностью, давайте мы сразу делаем посохи шаманов, кому-нибудь возьмём, будешь будущим шаманом, будешь нас лечить всех, давайте пару топоров, пару факелов надо тоже бы взять, так, кто-то уже покушал, а, нет, а строгие, пару факелов, да, давайте возьмём, отлично, два факельщика, давайте одного топорщика ещё сделаем, и четверых копейщиков. По-моему, будет, в принципе, неплохо. А, ещё можно двоих, в принципе, кого-нибудь, кем-нибудь тоже сделать, да, рыбаков убрать, нам еда уже не нужна будет, по идее. Кто-то преподнёс нам дар, а где, а где, я что-то не вижу, где дар, ну, ладно, неважно. Так, как раз ещё двое ребят выросли, это ребята на посохи идут, а, вот, дар несут, хорошо. Где будешь дар принимать, ты у нас заместитель шамана, спасибо, спасибо, друзья, спасибо. Это ещё немножко еды, всё, теперь можем возвращать, и давайте, наверное, на копья, всех на копья, дальнобойная дистанция всё-таки, это хорошо, дальнобойная атака. Всё, собираем армию теперь, отлично, копья, сейчас ещё копья, ну, у нас 36 еды, я думаю, это, в принципе, всё равно уже есть не будем, поэтому до лампочки абсолютно на еду. Всё, убери копьё, общий сбор, отлично, всё, замечен враг. Нападение чужого племени, мы перехватим это нападение и изничтожим это племя. А ещё лучше, наверное, будет драться, ой, фу, какие вы. А ещё, да, наверное, будет лучше драться где-то вот здесь вот, рядышком с нашим союзным племенем. По-моему, меня просто проигнорили. Ну, ладно, так даже будет лучше. Всё, мы убили троих, сами при этом практически не пострадали, и идём добиваем оставшихся ребят. Пока они готовятся к нападению, мы их копьями вон закидываем просто вообще шикарно. И по стелсу к ним подходим. Отлично. Так, кто тут? Вот. Всё, ребята. Это было последнее, что вы сделали на этапе вашего развития. Всё. Мы отбили атаку, причём шикарно. Дикие животные пусть едят, мне не жалко. И мы теперь идём... Завоёвывать соседнее племя. Давайте посмотрим, как у нас тут. О, тут такой перепад вниз. Ну, я думаю, мы как раз донизу доберёмся. И там же и останемся. Хорошо. Розовые преподнесли нам дар. Такой скачок там резкий был, конечно. Ну, где вы, ребята? Долго вы идёте? А, вот. Банда целая такая, да? И у всех практически полной жизни даже. Что, вы убежать пытаетесь? Убежать пытаетесь? А, тут-то было. Отлично. Отлично. А может, ребята, может, кстати... Пойти убить какое-то большое... Существо здоровое вот это. Где они все? Где вы все? Здоровенные. У коричневых были, да? Вот. Нам, наверное, ничего не дадут за них, конечно же. Конечно же. Ладно. Нет, не хочу, не хочу, не хочу. Все передумал. Да, они тоже, ребята, не хотят. Я понял. Да, ребята, ребята не хотят, чтобы мы шли воевали. С этим здоровенным дядькой. Ну, раз не хотят, значит, и мы не станем этого делать. Отлично. Плюются, как вы видите. То есть, те модификации, типа плевков, атака с разгона и прочие-прочие ерунды, которые были у нас на прошлом этапе, они сейчас уже практически неактуальны. Наносят очень-очень мало урона. То есть, поэтому ничего совершенно страшного. Плохого в том, что я их как бы убрал, нету совершенно. Все. Все, ломаем теперь. Наверное, нам надо только вот это вот уничтожить. Здание. Ну, я думаю. Ну, может быть, придется все поломать здесь. Ну, не страшно. Поломаем все, коли надо. А где факельщики мои? А, вот факельщики. Есть. Все на месте. Их шаман лечит. Заместитель шамана, точнее. Одного у нас все-таки убили, как ни странно. А ну-ка, вошадь. Полечи вождя. В общем, теперь ждем, добиваем. Ты уже подойти не сможешь, да? Шаману места нету здесь. Ладно. Ну, вот еще один факельщик проснулся. Куда ты взялся? Непонятно. Все. Это победа. Да, нужно уничтожить только главное здание. И мы получили дополнительные какие-то плюшки. Не знаю, какие. Сейчас посмотрим. Получили последний тотем к нашему алтарю. И все. Мы уничтожили и подружились со всеми, с кем могли. Наше племя на вершине господства. Основать свой первый город. Теперь мы можем. Как раз мы даже по центру трудолюбия. Отлично. Получили мы какую-то типа ачивку. Основатель. Постройте город. Ура. Окей. Такое вот у нас развитие. Столько людей там у нас перебили. Бедного. Убили одно существо. Но ничего. Ничего. Мы дошли до... Следующего этапа развития нашего... Нашего... Нашей цивилизации. Сейчас мы будем управлять целым городом. И даже не одним. Теперь у нас такая... Из обычной стратегии мы плавно переходим в такую глобальную стратегию. Где... Ох, блин. Да. Сейчас. Дома строить надо. Дома. Дома, дома. О, да. Дома я строить никогда не любил, честно. Ладно, ребят. Я теперь нажму на паузу. Поковыряюсь немного. Собрагаю какой-нибудь домик. И тогда продолжу. В общем, как-то грустно получается. Да. У меня максимальное... По количеству фрагментов конструкция. Но... Это только была маленькая часть того, что я намеревался построить. Ну, да. Пришлось уже как-то придумывать из того, что есть. Из того, что доступно. Теперь самое весёлое это разукрасить. Это как-то более-менее симпатично. Каменный, естественно, нам уже не надо. Ну, и как-то... Такой, в принципе, ничего. Такая раскраска. Да, мне, в принципе, нравится. Давайте посмотрим, что ещё есть. Такого интересного у нас. Интересно, что чёрный-чёрный замок. Нет. Это не для нас. Чё-то тут совсем другое. Вот это тоже прикольно. Вот эти синие кирпичики мне нравятся. Хорошо. Где вот это? Нет. Вот это. Разве вот это я выбрал? Вот это. Вот, да. Вот такой вариант мне нравится. Ну, в принципе, так мы и будем жить. Тут я хотел окон понаставлять. Очень много всего сделать хотел. Но, увы, увы, увы. Так, стоп, секундочку. Да. В принципе, нормально. Всё. Это у нас ратуша. А что? Название чего? Ну, ратуша. Мы делали ратушу. Натю вам. Ратуша. 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 М-м-м. Вроде бы всё. Как-то тут совсем не так выглядит. Почему? Почему? Где ровные красивые кирпичики? Что-то такое. Все хотят заработать бабла теперь. И автомобиль. Деньги и машины все хотят. Все что-то хотят. Короче, а... О, теперь все хотят денег. И автомобили. Всё. Да. Единогласно решили. А у нас даже подарок остался. Ну, мы теперь перешли на следующий этап развития. На развитие цивилизации. Блин. Наземная техника. Хорошо. Хорошо, ребята. Я снова нажму на паузу и снова буду полчаса мучиться. Хотя вот тут вот уже интересная получается. Мы строим наземную технику, у которой три параметра. Запас прочности, экономическое воздействие и скорость. Скорость. И каждый модуль даёт какие-то, естественно, свои бонусы. То есть, если мы, например, хотим, чтобы он быстрее быстро ездил, то он будет не такой прочный и так далее. То есть, экономическое воздействие, соответственно, тоже. Хотя оно отдельно настраивается. Хорошо. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну, я вот такой вот пока что корпус сделал. Давайте поставим, наверное... Ну, вот, да. Скорость хорошая. Хорошая такая скорость. Я, естественно, делал больше всё это дело. Оу. 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 Очень интересно. Давай, давай. Почему бы нет? Почему бы не сделать вот такую вот штуку? Сзади вот такие вот колёса. Оу. Отлично. Чуть поменьше, чуть поменьше. Вот так вот. Давайте, да, сделаем вот такую махину. Всё, больше. Причём это всё настраивается в процентах. В процентах. Не просто по количеству бонусов, а именно в процентах. Давайте поставим вот такое вот знамя. Два знамя. Вот сюда. Только развернём их, наверное, вперёд. Ну, вот как-то так. Хотя ездить будут мешать, да? Быстро ездить мы не сможем с такими знамёнами. А, хотя они, знамён, будут развиваться, по идее. И что мы ещё можем добавить? Слитки золота, я не знаю, вот сюда. Они ещё и крутятся вообще здорово. Может, тоже назад куда-то вас... О. Отличное место. Давайте, наверное, только вот так вот сделаем. Вот так. Да. Как какие-то ракетницы, как будто бы. Окей. Чё мы ещё можем добавить? У нас не хватает прочности. Давайте сделаем прочность. Ну, и так, чтобы будем... Понятно, это всё бонусы не даёт никакие. А как-то будем мастерить так, чтобы... Всё было у нас примерно одинаково по процентам. Вот сейчас нам не хватает только одной лишь прочности. Эта штука никуда не хочет добавляться. Давайте кусок... Кусок корпуса добавим. Сейчас посмотрим, что нам даст. Две прочности. Вот, вот что нам даёт. Две прочности. По-моему, ничего так выходит. Вот так вот. А ну-ка, сейчас что... О. О. А ну-ка, и теперь в ширину. О. Вот это я понимаю. Вот это уже другое дело. А высоту... Нет, высоту, наверное, не стоит. Хотя вот так вот, чуть-чуть, совсем... Вот, вот так вот. Да, уже автомобиль. Чувствуется автомобиль. И как раз всё примерно по 33%. Хорошо. Сейчас я теперь добавлю сюда всякого хлама. Типа вот этого всего. И мы тогда продолжим. Ну, вот такой вот у нас получился автомобиль. Давайте мы теперь его разукрасим как-нибудь. Как-нибудь так поинтересно. Нет, чисто белый это... Как-то у нас совсем не то. Да, раскраски для автомобилей здесь не ахти такие. Не ходят. Ну, у нас ещё есть парочка страниц. Нет, совсем нет. Тоже не то. Нет, не то. Это не то. Тоже не то. Интересно такое. Стимпанковский получается. Вот это тоже... Простите. Смешное такое. О! Прикольно. Ну да. Да. Вот таким вот будет у нас автомобиль. Название... Голоход. Голоход, гололёд. Что у нас ещё будет? Вроде бы всё пока что. А танки там, в принципе... Голомёт какой-нибудь. Ну, не знаю. Посмотрим. Дальше что у нас будет, то мы... А, ещё водный транспорт вроде бы, да, есть. Голоплав. Ну, почему бы нет? Окей. Мы основали. Наконец-то мы основали. О! Для вас мало времени прошло. Я уже, наверное, час тут сижу, кручу, верчу все эти дела. Да, поэтому очень долго. И у нас уже, да, этап цивилизации. И мы видим всю планету. Да. Должно развиваться. Вы можете создавать технику и планировать территорию городов. В процессе игры на данном плане вам требуется захватить другие города, чтобы достичь абсолютного господства. Религиозного внушения или военного вторжения. Окей. Перемещать камеру. Да, да, да. Так. Нажмите, удерживайте. Вот этот вариант мне очень нравится. Вот этот этап даже не вариант, а этап игры. Так. Для вращения наклона. Ну, что еще? Куда? Повращать и понаклонять. Для перемещения стрелками. Плюс-минус. Удерживая для выбора единицы техники. Все. Да, теперь нужно нам собирать ресурсы пряности. И сейчас мы нашей машинкой вот этой вот его захватим. Захватить источник пряности. Как обычно делайте квесты. Понятно. Мы поехали захватывать пряности. Оу. Глазушка-монстр. Такого я еще не видел. Блин, 3000 жизней, а? А вы кто такие? А, ну это вся... Так, миникарта. Я понял, миникарта, да, это хорошо. Тысяча пряностей в минуту. Окей. И на миникарте отмечены источники пряностей. Вот, например, и вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, везде, везде куча разных пряностей. Пока что создать прибыльный город. Нам надо, окей. Мы можем, да, покупать транспорт. Но пока что не можем. У нас только один слотик для транспорта. У нас есть меню города. По-моему, от ориентирации в меню города. Здесь можно выбирать технику постройки декоративных объектов. Окей. Страна Тиран. Страна Тиран. Жилой дом, развлекательный центр, завод и башни. Башни. Это, да, то, что нам понадобится очень-очень сильно при защите. Единственный способ защититься. Дальше. Автомобиль. То есть у нас есть наземный, водный, воздушный и космический корабль. Это у нас будет потом. Потом. Цветочки можно, да, которые ничего вообще не делают, ставить куда-то. Это тоже музыку настраивать, тоже неинтересно. Давайте вот сейчас перейдем в... Да. В меню настройки нашего персонажа. У нас есть еще 925 очков для одевания, одевания нашего персонажа. Так, и у нас уже довольно много всего открыто. Ну, у нас пока что нету никаких скафандров таких, чтобы сделать. Ну, вот есть подводная маска разве что. Будешь ходить в подводной маске? Ну, почему бы нет? Сейчас мы что-нибудь сделаем. Ладно, ребята, я в очередной раз жму на паузу, и мы продолжим, когда я переодену нашего персонажа. Тем более все бонусы, которые раньше давали доспехи, они уже не нужны. Бонусы нам ничего не дают, поэтому мы сейчас будем его переодевать. И снова меня остановила слишком-слишком сложная конструкция. Но, да, это что-то похожее, похожее на теронов. Ну, да, немного смешных таких теронов, но все же. Сейчас посмотрим, как оно будет в цвете смотреться. Вот это вот стандартный цвет, да? О, ужасно, ужасно. А ну-ка. Вот это, да, это тот стандартный, который был, по-моему. Долго красится, много деталей просто, поэтому долго красится. Оу. Ничего, такое, в принципе. Давайте сейчас... Надо какой-то красного цвета, наверное, его сделать. Красно-черного. Это розовый. Хотя, с беленьким, поменять розовый на беленький, уже будет ничего смотреться. Давайте сейчас перейдем на настраиваемые цвета. Давайте базовый слой. Цвет у нас будет базовый такой, которого больше или которого меньше, интересно. Базовый красный. Что-то не то меняется то, что нужно. А ну-ка, верхний слой красный. А ну. А ну-ка, розовый получается. Все равно. А ну-ка, разное. Тоже, если красным сделаем. Он весь должен, по идее, быть красным. Но, увы. Увы, какой-то он розовый получается. А ну-ка, если верхний слой мы сделаем белым. Или черным можно. Темным. Черного здесь нет. Темным таким. О. Но все равно, вот те цвета, они как-то смешиваются. Я не знаю. Хотя, это вот, наверное, этот. А ну-ка, если мы ее сделаем темным. Что мы получим сейчас? Блин. Все равно какой-то розовый выходит. Нет уже розового цвета. Давайте что-нибудь нам такое. Серенькое. О. Ну, это почти то же самое, что и было. Давайте с синим попробуем. Ну, это уже... О, блин. Синий какой-то получается. Не тот синий, который надо. Ну, ладно. Тогда оставим его, наверное, вот таким вот. Базовый белый. Этот черный. А ну-ка, если мы сейчас еще этот белым сделаем. Что мы получим тогда? Вот такое. Вот что-то. Вот такое. Ну, хорошо. Давайте оставим вот таким вот. Такие у нас будут горожане, терраны. Все в доспехах. С головы до ног. О. Когда маленький, он смотрится. На робота похож. Похож. Вполне. Не знаю. Мне даже нравятся. Ноги такие большие получились. Большие плечи. Большая грудь. Ну, все как и шлем. Все как и должно. Общее представление, в общем, я думаю, я передал. Хорошо. Ребята, на этом мы, наверное, закончим. Я опять записал парочку серий. Две-три, не знаю сколько. Ну, в общем, да. Я так все время записываю за раз. И мы тогда уже продолжим. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok